Приветствую вас. Для начала мне бы хотелось ответить на ваш вопрос, который вы задаёте, а потом после того, как я на него отвечу, я дам небольшой комментарий по поводу того, что вы написали до него, то есть вот своей непосредственной истории. Значит, не совсем понятно, сколько вы встречались с парнем, если бы вы сказали срок, скажем, год, два, может быть, три, ответ был бы более таким конкретным. Но поскольку сроков вы не называете, то давайте остановимся на таком вот сроке, там примерно полтора года, пусть будет полтора года. Вот. И вот, знаете, в этом контексте правила вежливости, этикет, какие-то вот моральные нормы, они требуют от вас того, чтобы вы поздравили человека с днем рождения, чтобы вы проявили к нему своё внимание, чтобы вы как-то дали ему понять, что вы можете относиться к нему не только как к вашему мужчине, к вашему бывшему мужчине, но и как к человеку, просто как к человеку, и это вас красит. Это делает вам честь, это говорит о том, что вы сознательный человек, это говорит о том, что вы уважняете себя, уважняете других, но это справедливо для вас только в том случае, если вы хотите делать это для себя. То есть вот, поздравлять человека нужно для себя. То есть вот, я хочу поздравить его, я считаю, что это правильно, поздравить его, и я это делаю. Либо стоит поздравлять для него, потому что вы знаете, что ему это будет приятно. То есть, больше никаких других мотивов поздравлять человека не нужно иметь, потому что другие мотивы, это уже скорость, как вот у вас проследуется и так далее. То есть, поздравлять что, если вы вот соответствуете тому, о чем я говорил, надеяться на что-то нет. Потому что вы поздравите его, например, он может сказать вам спасибо, и все. И на этом все закончится. Вы может не поздравить его, он вам скажет, например, что спасибо большое, как у тебя дела, он недавно о тебе вспоминал, и завязывается какой-то разговор, вы поговорите, вы будете на что-то надеяться, а в итоге дальше разговора ничего не пойдет, и вы будете чувствовать себя опустошен. Ну, это понятно, что ему хорошего не приведет, поэтому не нужно на что-то надеяться. Если вы на что-то надеетесь, если вы чего-то хотите, то использовать для этого поздравления, поздравления, с дневрождением не стоит. То есть, если вы надеетесь на что-то, если у вас есть основание надеяться на то, что ваши отношения можно вернуть, то лучше сделать это все-таки отдельно. То есть, вот, например, поздравите его с дневрождением, посмотрите на его реакцию, какая она будет, и если реакция будет явно не безразличная, да, то есть, человек очень сухо вам ответит, человек очень, так, обстраненно будет с вами общаться, то это значит, что ему не все равно, это значит, что можно будет потом с ним уже об этом поговорить. Либо вы можете использовать подравление дневрождений как средство устанавливать контакт, это да. Но опять же, устанавливать контакт для чего? Если потому-то вы надеетесь на что-то и хотите что-то, хотите вернуть отношения, то это не то же дело. Потому что, если у вас не получится, то вы будете чувствовать себя опустошенной вновь, и будете ощущать, что вот вас не оценили, как вот вы писали в начале своего сообщения, и так далее. То есть, вот эти вот два момента, свои желания и какие-то социальные проявления, социальную активность, ее нужно разграничивать. Не стоит сметивать, это одно и другим, потому что иначе получается, по сути дела, перенос. То есть, вы переносите свои желания на человека, и ожидайте от него, что он вам что-то даст. А он вам в итоге не дает, и вам от этого плохо. Вот это не нужно. Таких вещей делать не нужно. Вам от этого ничего хорошего не будет. Значит, это вот ваш вопрос. Именно вот чисто вопрос. Теперь я дам некоторые комментарии по поводу вашего текста сообщений, которые вы написали. Такая ситуация раздалась парням полгода назад по своей инициативе, сказала, что любовь надо взращивать, что любовь, с первого взгляда, это не промах, что я был на держатке в автоонусе, меня задела, значит, я приняла решение уйти, не оценил моих стараний. Ну вот, понимаете, вот здесь очень интересный момент у вас. Значит, смотрите, вы пишите, что молодой человек сказал вам, что любовь надо взращивать, что любовь, с первого взгляда, это не промах, что вы должны его держать в сторону. То есть получается, что молодому человеку не понравилось что-то в ваших отношениях. Молодой человек высказал вам определенные претензии именно вот по поводу ваших отношений. И вас это задело. Вас это задело, и вас задело, что он не оценил ваши старания. Скажите, а почему вы считаете, что он должен был оценить ваше старание? Вы для кого старались? Для него и для себя? Вы и для себя хотели что-то получить старание для него? Почему вас задело это? Ведь задело вас, значит, это что-то у вас, раскрыло. Когда говорят, задело, значит, взвинуло с мертвой точки. То есть, вас и его слова что-то взвинули с мертвой точки. Привело в движение. И вместо того, чтобы проанализировать, что именно привело в движение, вы расстались с ним. и у него любовь к вам может быть есть. И у вас к нему любовь может быть есть. Вы говорите, что хотите отношения вернуть. Только, понимаете, в самом деле, мужчина-то ведь сказал определенные вещи, что любовь надо взращивать, что любовь, с первого взгляда не про нас. Что вам нужно держать его в тонусе. То есть, имеется в виду, что отношения нужно выстраивать, что любовь с первого взгляда, ну, либо он не верит, либо считает, что она неустойчивая. И что вам не нужно в нем растворяться. И, по сути, получается так, что у него есть четкое представление о том, какие должны быть отношения. А вас это почему-то задело. Это вот ключевой момент, что вас задело. Вы не поняли, что именно вас задело. Вместо того, чтобы постараться понять, отношения разорвали. Далее, ну, отношения были очень яркие, инициативы было много, значит, представь, скучала по нему, все это время надеялась, что он объявится, но увы. Вот здесь тоже интересный момент. Рассказались с ним вы, по сути дела, обидит его, нанеся ему оскорблению. Тем более, с учетом того, что он творческий человек, почему вы надеялись, что он объявится. То есть, вы хотели, чтобы он объявился, хотя ушли от него вы. Тоже непонятно. То есть, у вас в первом случае идет, перенос ответственности, ответственности. И во втором случае, вы тоже как бы переносите ответственность на него. То есть, он должен объявляться после того, как вы от него ушли. При том, что он просто высказал вам, вот если по важным словам судить, он просто высказал вам, что нужно отношения строить немножко по-другому. Не так, как вы это делали. И все. то есть, по сути, если это не пустые слова, то это по сути просто стремление к более взрослому виду отношений. Но вам это задело. И вот возникает вопрос, почему? На самом деле очень много может быть моментов, много может быть причин, по которым вас это задело. то есть, это могут быть и какие-то сценарные элементы поведения в вашей семье. Так, это могут быть и страхи ваши, это может быть и неуверенность в себе, это может быть и отсутствие четкого образа мужчины, непонимание модели своего женского поведения. То есть, причин здесь может быть довольно много, почему вы так поступаете и почему вы все это время по нему скучали и надеялись, что он объявится, но при этом ничего не сделали для того, чтобы отношения хотя бы попробовать восстановить. С этим нужно разбираться. Значит, вы говорите здесь про стихи, про то, что в них наши отношения, значит, ну, это вполне может быть. Другое дело, что творческий человек вполне возможно просто так выражает свои мысли, но при этом отношения с вами он уже может быть закончил. То есть, вот не нужно здесь как-то вот тоже себя обнадежив. Он творческий человек, ему не ему не есть как хорошо сейчас потому что вы ушли. Вот. И он использует вот это вот свое состояние для того, чтобы творить. Это здорово. Подвисит творчество. Но это не значит, что он хочет быть слабым. Это не значит, что он именно стремится быть слабым. Что скучает, да, но вы подумайте о другом. Может ли он доверять вам после того, что произошло? Может ли он поломниться на вас после того, что произошло? Может ли он рассказывать вам о том, что он чувствует и чего хочет после того, что произошло? Ответьте себе на этот вопрос. Добро бы поставить себя на его место, что было бы, если бы вы сказали парню, что то же самое, что вы написали и если бы он вот так вот бросил вас. Ставьте, подумайте, вы хотели бы к нему возвращаться тогда? Значит, седьмой число подсказывает, что он скучает, но возможно я себе надумываю, выдаю желаемое за действительное. Да, возможно, возможно, так и есть, вам это в любом случае проверить. Что вы сделаете и его страдать. Но, давайте так, вот вы пишите о том, что хотите отношения свои сохранить, вернуть. Для чего? Он не изменился, он как считал, так и считает. Вы не изменились. Вас это как задевало, так и задевало. Вы ничего не сказали про то, что осознали, поняли, что поменяли, подкорректировали свое поведение. Так зачем вам возвращать отношения? Для чего? Для себя или для него? Вы для себя хотите что-то получить? Потому что это потеряли с уходом от него? Либо вы его хотите делать счастливым. Но тогда вам необходимо подумать, что у нас нет задевало и почему. Перестроить вам нужно будет в этом случае свою позицию отношения. Потому что иначе ситуация будет приковаться во снов задвене и что-то и вы вновь придете. Потому что люди не должны оценивать ваши старания. Они не должны вас принесать откровенно обесценивать, откровенно пренебрегать вам. Но они и не должны ценить то, что вы для них делаете, если вы делаете это по своей инициативе. вот это у вас знаете немного такая экономическая модель отношений по расчету. Но если вы считаете, что человек должен оценивать обязательно то, что вы для него делаете, то вам нужно вступать в отношения по расчету. Не по любви, как вы сейчас хотите, а именно по расчету. То опять же полюбите для себя кто вам ближе. В этом нет ничего плохого. В отношениях по расчету нет ничего плохого. Просто кому-то это подходит, кому-то нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду я помочь. пишите в личку, если вам понравился ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. удачи. Продолжение следует...